Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Участницы проекта на поляне провели день на природе в деревне. Журнал Дом-2 провел опрос, кто из мужчин Лизы Триандафилити подходит ей больше всего. Всего у девушки на проекте было 5 парней. Зрители затруднились с выбором, но большинство сошлись во мнении, что она ведет себя на проекте неподобающе. По сети разлетелись отвратительные кадры с Сашей Черно. Девушка, несмотря на избыточный вес, не спешит худеть и не отказывает себе в удовольствии ходить в коротких облегающих платьях. Недавно Саша Гобозов пожаловался, что Алиана Устиненко мешает его общению с сыном. Но, наконец-то, Алиана вернулась и у Саши появилась такая возможность. Ксения Бородина, отвечая на вопросы подписчиков в комментариях, ответила на вопрос о ссоре с Катей Жужей. В 34 люди уже не ссорятся, пишет она, все взрослые. Люди делают выводы и идут дальше. Также Бородина отметила, что сразу же удаляет из своей жизни завистливых и подлых людей. Судя по всему, Жужа оказалась именно такой, поэтому Ксения с ней и не общается. Ольга Бузова похвасталась успехами. Клип на ее песне «Мало половин» перешагнул отметку 10 миллионов просмотров. Сейчас она находится в США и снимает новый клип на песню из первого альбома, который скоро выйдет. Александр Задойнов получил престижную должность. Его пригласили на роль председателя жюри на конкурсе красоты. Элла Трегубенко ответила на многочисленные и бесконечные вопросы по поводу детей. «Я стою в очереди за самодостаточностью», – пишет она, – «за финансовой стабильностью. Я хочу, чтобы мой ребенок ходил на подготовительные кружки, тренировки, хорошую школу, и мы имели возможность путешествовать. Многие скажут, что всех денег не заработаешь, а я хочу хотя бы попробовать». Ну а пока Элла публикует снимки с собачками и подписывает «Моя семья». Бывшая участница проекта Катя Кауфман рассказала про новые отношения. После неудачного брака ей казалось, что она никогда не встретит новую любовь. Но удача ей улыбнулась, и теперь с новым ухажером она находится на отдыхе. Вика Романец удивила своей внешностью. В своем блоге она опубликовала кадр, на котором выглядит не так, как обычно на глянцевых снимках в Инстаграм. Ее губы стали просто безразмерными, а кожа лица настойчиво требует ухода. Кстати, Вику не напугала петиция о ее депортации, которую создали антифанаты. На защиту Вики встал сам Малахов. Он попросил девушку быть осмотрительнее в высказываниях, которые она публикует в блоге. А Романец сообщила, что она подчинится только правоохранительным органам. Антона Гусева обвинили в богохульстве. Он разместил фото из кабинета провидицы. По мнению подписчиков, делать такие кадры просто кощунственно. Да и сам факт, нахождение иконы у цыганки-гадалки можно расценить как оскорбление чувств верующих. Ваня Барзиков, который отдыхает и работает в Таиланде, опять одинок. Уже в который раз он пишет пост о поиске жены. Ему нужна девушка хорошая с собой до 25 лет, без детей и материальных проблем, из приличной семьи. Еще она должна уметь готовить и танцевать на шесте. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.